я сегодня опять на прогулку вышла и вот смотрите вот эта школа в которую я ходила учить итальянский язык и вот эта площадь наша но вы уже это все знаете видели 150 тысяч раз ну может быть кто-то не видел вот хотела рассказать еще раз про эту школу я уже рассказывала как я учила итальянский язык оставлю ссылку на то видео но хотела добавить еще одно маленькое уточнение какая у нас была хорошая учительница девушка молодая вот вы спросите как она всех нас учила если мы все из разных стран и никто ничего не понимает и как ей донести до нас у нее была задача вот представляете она например она могла впрыгнуть сверху на стол прямо прямо на стол свой учительский запрыгивала и спрашивала где я вот такой примерная метод был начальный конечно всех распределили по группам кто знает меньше кто знает больше в общем но такая была хорошая но она сейчас уехала кстати в англию она уехала в англию потому что у нее там брат был там он устроился на какую-то работу и вот вызвал свою сестру она была из многодетной семьи их по моему человек 5 в семье и каждый друг другу помогает такая общительная такая хорошая мне мне было жалко что я оставила но я уже рассказывала я оставила эту группу потому что я очень сильно заболела сейчас приду к морю немножко продолжил а то тут ко мне какой-то старичок крутится возле меня позади пришел с собачкой и видимо слышит что я говорю на другом и прижимает уши сегодня море серенькое потому что тучи но я все равно в любую погоду стараюсь выходить но не каждый день но хотя бы через день через два потому что если я не выхожу к морю я как-то не так себя чувствую как будто мне чего-то не хватает вот так вот пройдешься быстрым шагом пробежишься и уже жизнь заиграет новыми красками не совсем по другому и настроение все море меня лечит энергия моря природная энергия которая дает нам бог всевышний ну и вот хотела продолжить про язык потому что меня многие спрашивают хотя у меня уже записано видео про это как я учила но вопросы продолжаются вот так ходила в школу учительница была очень хорошая группа была наша разношерстная из разных стран мы были наша группа был была наша группа состояла из примерно 15 человек и все мы были из разных стран индия таиланд из африки гана тунис египет в общем были и арабы и и разные в общем национальности по одному два человека китайцев по-моему не было у нас до китайцев не было хотя их здесь очень много и они приезжают семьями обычно если появился один то жди еще 21 но в нашей группе как-то их не было может период был такой и вот так наша учительница нас рассаживала так чтобы мы общались не зная языка друг друга чтобы мы выбирали язык общения итальянский и так мы быстрее втягивались каждый старался что-то рассказать что-то объяснить на итальянском языке старались уже начинать говорить учить слова нам раздали учебники школа бесплатная от коммун для того чтобы люди быстрее интегрировались и учебники тоже были бесплатные и там были еще диски в этих учебниках диски можно было прослушивать и так одно за другим сначала наше обучение начиналось как в детском саду с картинок в основном картинки и учительница то запрыгивала на стул спрашивала где я то залазила под стул спрашивала где я и мы должны были хором отвечать в общем вот так это было начало потом тоже разные картинки книжки с картинками в основном и она объясняла на картинках и под каждым под каждой картинкой что-то там какие-то слова были написаны вот так вот но я не учительница конечно я не могу вам всю методику рассказывать но такое обучение очень здорово подстегивает очень я узнала много новых слов много оборотов как что произносить это очень классно мне только жалко что я заболела и покинула эту группу не дойдя до конца ну вот именно из-за вирусов я вам рассказывала потому что из разных стран люди разные вирусы разные микробы разные организмы антитела у каждого разные другим ничего а вот на меня что-то так напало что я месяц почти болела не могла выскочить я думала что я вообще умру то одно то другое то уши то горло то бронхит то чуть ли не воспаление легких то еще что-то и не могла никак выскочить потом я в конце концов пошла на поправку в школе начались каникулы и вот так я оставила эту группу ну я потом знаете что сделала я начала дома учить смотреть фильмы итальянские слушать песни и нашла в интернете уроки тоже есть на ютубе кстати полно уроков итальянского учись не хочу кто захочет учиться тот найдет как ему выучиться правильно а кто не захочет он будет ныть он будет жаловаться искать причины почему он не учит ее так но я не могу сказать что я прямо знаю супер люкс все-таки когда в позднем возрасте переезжаешь в другую страну очень тяжело учить перестраиваться ну хотя бы объяснить что к чему я что я хочу и что нибудь такой простой язык домашний или обиходный или в офис пойти куда то то это я понять смогу и объяснить смогу ну а какие-то философские заумные беседы то я конечно вести не смогу на итальянском что-то простое только ну хотя бы так то слава богу правильно хотя бы так в общем сейчас пройдусь еще вдоль берега немножко а сейчас покажу какая у меня куртка сегодня эта куртка не пуховик она такая тепленькая я не знаю что там внутри или фланелька какая-то или синтепон в общем не знаю в общем такая она легенькая и для нашей погоды она очень удобная она и легкая и в то же время тепленькая на плечи не давит не тяжелая ничего и это какая-то тоже наша местная фирма вот у нас есть здесь местные фирмочки небольшие которые занимаются пошивом одежды там шьют на продажу и продают в разных или маленьких магазинчиках или они сдают в супермаркеты в какие-то отделы у них принимают я вижу что качество очень хорошее очень приятные они для тела вообще просто прелесть и как сказать это не бренды не какие-то раскрученные вот эти имена знаменитые просто фирмы обычно шьют женщины вот собираются там снимают какие-то цеха они или может быть помещения какие-то вот поэтому я так уж и не страдаю не сильно гоняюсь за этими раскрученными именами потому что можно купить хорошую качественную одежду по приемлемым ценам от каких-то неизвестных маленьких кто гоняется за брендами я не гоняюсь мне абсолютно мне главное чтобы было удобно тепло приятно и красиво такое имя у этой фирмы мне вообще неважно в общем так знаю как буду продолжать это видео ну как-нибудь продолжим у меня так бывает я начинаю записывать влог он может растянуться и на неделю по кусочку по кусочку и что-то получается какой-то фильм так здесь разные виды оливкового масла extra virgin вот 1222 869 и 769 вот смотрите какой светерок хороший кашемировый мы демитали мегусенький прелесть качество очень хорошие у меня правда этих ветерков очень много разных кофточек такой вот серенький вот еще с горлышками а это наверно мужские мы демитали до итальянская кашемир чистый здесь для мужчин вот джинсы 18 вот меня спрашивают про одежду часто 124 пуховик а парка у моду мужские женские парки на парка написано 90 вот это зелененький вот этот красный 124 и это тоже 90 я не очень-то люблю по тряпкам этим ходить знаете какой меня характер когда мне что-то нужно я иду и беру то что мне нужно если она на меня прыгнет сразу вот тунец разный разных видов такая упаковка стоит 639 вот такая тут по моему 8 баночек мы один раз брали вот есть в оливковом масле а есть просто без масла вот мне нравится то что без масла потому что мы всегда вот мену олива здесь меньше масла наверное возьмем сейчас не знаю почему с тряпками мне не очень то нравится только то что мне действительно нужно и все а так чтобы шляться и что-то рассматривать я очень быстро устаю от этого вот такая нестандартная ну не все же одинаковые правильно так вот эта паста 90 копеек она как домашняя яичная вкусная вот эта смешана с шпинатом разные помидоры арагу по 2 евро и и помидоры чистые мякоть и арагу так меня девчонки просили с ним снять сладости шоколад у нас в моде вот это линд вот видите по 2 евро 1,90 вот разные вот это вкусное с апельсинами внутри и лимон и вот это мне нравится лимон имбирь вкуснятина с мятой с перцем с грушами с инжиром с малиной с чем хочешь шоколад есть но вот это самый лучший это перуджина перуджи вот с фисташками очень вкусный 1 евро 1 евро вот это очень хороший шоколад в моде вот тут биологический шоколад молочный ванильный из 100% натуральный ваниль не из с ванилью 100% натуральный такие вот киндер это наверно у всех популярны 4 евро 3,90 а марина ой с вишней вот эти шоколадные конфетки очень вкусные но я уже не буду всего набирать потому что слишком много сладкого тоже вредно немножко можно бачи 5,99 тоже очень качественный хороший шоколад трюфели шоколадные ассорти по 3,17 ой вот это вот очень вкусно там вишневая начинка 4,19 вот pocket coffee тоже очень хороший там внутри эспрессо 7,49 это вот феррера роше выпускает вот это с вишней и pocket coffee это все феррера роше вот там даже наборы есть видите немножко такого немножко сякого бачи перуджина 9,50 ну тут уже пошли разные как сладкие тортики с выпечкой выпечка сладкая разные крустоты контучи которые которые у нас почему-то называются бискоти здесь это контучи рулетики шоколадные вот вафли скрученные здесь есть вафли очень хорошие натуральные с орехами сейчас если найду их покажу вам какие самые вкусные вот вот эти локер фирма вот эта вот эти бафли очень хорошие вкусные и они натуральные какая вкуснятина вот это я тоже возьму 1,63 это очень вкусные вещи ну я конечно предпочитаю дома что-то печь сама потому что я просто люблю это дело но если не любишь то здесь не пропадешь здесь очень много разных сячин и причем есть натуральный состав вот для тирамисуса воярди аморейти аморейти я вам уже показывала как их делать вот такие печенюшечки они маленькие я делала покрупнее покрупнее но эти маленькие вот окидибои с повидлом эти колечки а вот это как с нашего региона очень популярное печенье персики печенье и делают их с ликером алькермес может быть вы знаете в общем вот это печенье сделано в виде персиков и пропитано сиропом а вот это чистая кокосовая стружка смешана с белком яичным и вот тебе пирожные тоже очень вкусные но их легко дома сделать вот вам сняла все вкусняшки по заказу стараясь выполнять ваше пожелание тут много разных вафелек вот эти тоже хорошие ореховые именно с натуральным орехом орех фундук ночола здесь называется с химикатами есть конечно и с химикатами но надо смотреть смотреть нужно просто потому что здесь есть разные здесь бублики это тарали они здесь называются разными палочки с солью разные крекеры какие хочешь крекеры соленые не соленые зерновые со злаками без злаков в общем на любой вкус выбор очень богатый недостатка ни в чем нет ну наверное везде сейчас так я думаю био комут галеты из муки комут в общем это такой сорт муки ну а здесь уже разные карамельки карамельки и мармеладки вот это лечебное вот это это с этой забыла как называется а ликурица с лакрицей это с ягодами вот это как желей муки вкусные вкусные здесь просто фруктовый сок и желатин а вот с лакрицей они очень любят сильно какая-то сумка тут почему она здесь кто-то оставил ее потому что она среди продуктов оливковое масло 8,90 вот это 13,50 тоже масло есть разные сорта вот смотрите это все оливковое масло какое хочешь вот даже по 3 есть но там не литр не килограмм вот масло тоже на любой вкус вот это именно для жарки с этим жарить можно а с остальным маслом мы всегда готовим экстра вержин тоже спрашивают готовим соус экстра вержин а жарко когда именно оно выбрасывается то тогда вот такое ну а тут уже другие масла кукурузные подсолнечные это самое дешевое вот такой бидон 4 евро арахисовое масло есть в общем и из разных семян тут разные уксусы кстати здесь вот есть и яблочный уксус вот этот вот еще надо смотреть из чего он сделан ингредиенты если только яблочный сидр то можно покупать он натуральный 362 это вот бальзамический уксус 1,50 4,50 тоже зависит от качества и от натуральности вот 7,80 6 евро и тут разные помидоры томаты кусочками протертые разные специи у нас вот кончается молотый имбирь очень удобно ну в общем здесь очень много разных специй вот крем из греческого йогурта 8,50 это прямо наша сметана здесь строчателла греческий соус здесь рикотта вот из завечего молока очень вкусная здесь разные сыры нарезанные здесь как банк она сама нарезает и сама нам накладывает здесь рикотта здесь разная моцарелла буфало и не буфало в общем разные разные виды моцареллы здесь разные виды нюки вот картофельные нюки здесь нюки разноцветные с добавлением шпината а здесь тортеллини вот разные тоже шпинат рикотта прошутто и паста здесь разные оливки какие хочешь маринованные с разными специями добавочками вкусные печеные лосось анчоуси быстренько покажу что мы купили у нас в основном фрукты овощные покупочки значит вот эти грибы шампиньоны за упаковку 1 евро по-моему здесь да здесь 500 грамм там была скидка на них вот эти 4 перца 3 евро стоят здесь сетка с апельсинами это апельсины торокко это красные апельсины они очень вкусные значит 1 евро 10 за килограмм здесь 3 килограмма в сетке так вот фиолетовая цветная капуста не знаю вы видели такое или нет у нас есть белая цветная капуста есть желтая есть салатового цвета и вот такая фиолетовая и вот этот качанчик 1 евро 10 потом еще купили вот такие помидоры они называются вот у них такое название камоны или еще может быть название кумату в общем такие темные темные их еще называют черными они очень сладкие вкусные вот за эти полкилограмма 3 евро так здесь люпины вот не знаю как переводится но это типа бобовых что-то такое люпины они соленые и они кстати понижают сахар в крови полезная штучка вот такие они видите их промываешь от соли можно просто так кушать два огурчика взяли за килограмм 2 евро с копейками там эти огурцы и вот такие оливочки 2.99 вот за такую упаковку в общем не знаю сколько тут грамм сейчас посмотрю здесь 200 грамм оливок это оливки из лацио они очень вкусные такой насыщенный приятный вкус у них ну вот в общем то и все ну еще хлебушка молочка купили это я уже не буду перечислять решила показать фрукты и овощи вот 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 это у нас сегодня было я вообще заметила последнее время что мне мясо и рыбу почему-то вообще не хочется мне хочется фрукты и овощи ну может быть немножко мяска рыбки но только маленький кусочек вот в основном я хочу овощи и хочу какие-то горячие супы например овощные или тушеные овощи или свежие и и какой-то фрукт вот огурчики тоже я люблю разрезать их пополам присыпать солькой и с хлебушком так вкусно но вот эта капуста мне тоже нравится ее просто я иногда отвариваю тоже солькой с маслицем очень люблю или тушить например ее можно потушить вот с оливками и каперсами тоже очень вкусно у меня кстати есть рецепт цветной капусты с оливками и каперсами но там я белую делала ну можно вот и такую и белую какую хочешь и грибочки вот тоже очень люблю перчик такой мясистый сладкий мы его жарим немножко с чесноком такую чесночину разрезаешь пополам обжариваешь на оливковом масле потом закидываешь перцы нарезанные кусочками и обжариваешь все вместе и получается очень вкусно готовим такие шляпки большие грибов на гриле и потом немножко масла сверху и соли и вот еще и салатик сейчас покажу вот я их перевернула уже они готовятся очень быстро пару минут с одной стороны пару минут с другой ну такие ароматные вкусные и написано на этикетке что это шляпки шампиньонов но мне девчонки говорили какое-то другое название я не запомнила подскажите мне это получается как будто бифштексы лесные растительные и вот каждому человеку вот такой салат здесь руккола помидорки сыр и оливки там салат салат и салат и салат и салат и Продолжение следует...